Это 10 серия прохождения модификации под названием Anomaly. Сразу говорю, что серия получилась не очень интересной, однако во время ролика я спрошу у вас одну очень важную вещь, на которую ответ мне тоже очень важен. Не забудь про слой лайк, это хорошая мотивация, а также про подписку на канал. В последнее время вы неплохо стали подписываться, мне это радует, спасибо вам за это. Желаю приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Итак, я прибыл на затон, и необходимо сейчас поговорить с братой, но перед этим, чем мы сейчас займемся? Необходимо, конечно, парочку квестиков выполнить, но это, в принципе, подождет, и надо по-хорошему также вернуться за тайничками, вернуться за наградами в том числе. Допустим, здесь, допустим, здесь квест, вот тайник. То есть дел у нас сегодня много, но для начала, пожалуй, так, что у нас в инвентаре, ля-ля-ля-ля-ля, ну в целом-то, в целом неплохо, но, пожалуй, я продам тут местному механику кое-что. Так, здорово, торговля, давай-ка, в принципе, тебе кое-что отдадим, потому что, сказать-то с собой я, честно говоря, не хочу. Хотя, опять же, кириноборы, возможно, где-то и дорогие, ладно. Хрен бы с ним, продали и продали, денег стал получили, получили, всё, всё круто. Привет, борода, я тут к тебе с приветом от Сербера. Ну-ка, ну-ка, этот чёртов разбойник всё ещё жив? Ха, рад это слышать. Придай-ка ему как-нибудь... Так, погоди, это ты с той стороны вжигателя примчался? И как оно? С проводником пришёл, аль подвезал мышкой мимо вжигателя прибежать? Хм, а я думал, новости по зоне рассказываются только так. А нет, я побольше. Электричество наших монохромных друзей кончилось. Такие дела. Ха-ха, вот это новости. Дай-ка тебе плюс до холодненького за счёт заведения. Не каждый день такие хорошие новости приходят на нашу посудину. Выжигатель этот гадский. Столько хороших ребят забрал. И в речь не только о тех, кто попытался пробиться, но и о тех, кто находился рядом в момент включения. Не дай бог кому-нибудь такое пережить. Ладно, что-то я заболтался. По лицу вижу, что ты проделал такой путь точно не ради того, чтобы сказать привет. Не так ли? Благодарю. Что же ты делал, то ты совершенно прав. Я пытаюсь догнать стрелка, который предположительно идёт к ЧАЭС. Не в курсе, где он сейчас может быть. Мне очень нужна помощь его. Это считай вопрос жизни и смерти. А, стрелок-то? Но он проходил тут недавно. Пару дней назад. Где-то так. Поболтали мы немного о здешней обстановке. До проблемах насущных. Да. Только теперь, когда выжигатель вновь деактивирован, ситуация-то вернётся в старую русскую. Ох, как быстро. Угу. А сказал ли он тебе что-нибудь о своих дальнейших планах? Куда идёт? Где, может быть, собирается остановиться? Нет. Нет, ничего столь конкретного не сказал. Стрелкатор сговорить о чём-то личном та ещё задача. Он просто собрался всё необходимое и ушёл. Но только тут всё куда интереснее. Видишь ли, вчера вот один из его ребят вернулся. Молчаливый такой, кажется, бродягой зовут. Практически ничего не сказал. Да мне идеал, чтобы не было сталкера дёргать просто так. Сам понимаешь, у нас тут не южный кордон. Но раз уж ты говоришь, что отключил выжигатель мозгов, то тебе стоит самому с ним поговорить. Спасибо, Борода. Удражил. Не подкинешь здесь, где можно его найти-то? Так вот же он, рядом с тобой. Серьёзный такой из себя сталкер. В камуфлированной заре. И защитной маске. У него ещё пулемёт должен быть. Погоди ты, дам тебе свет хороший. Лучше ты ему на нерву не действуешь. Знаешь, как говорят, в тихом омуте для черти водятся. Вот это тот случай. Выглядит он так, будто чердак ботной твари снести готов одним ударом левой. Прямо к своему, спасибо. Ух ты, даёт нам шесть тысяч. Всегда пожалуйста. Дай их слову, держи за заслуги перед сталкерским обществом. Ты возвращайся, если что. Наш Скадовск всегда на месте, никуда не уплывёт. Это, в принципе, понятно. Так, Тёмная долина военной нет. Ну, понятно, в принципе, сейчас заданий. Ну, что могу сказать? В принципе, бродяга. И вот, по-моему, после этого диалога мне писали в комментариях, то, что появляется в продаже, по-моему, у тебя что-то новое. Ну-ка, посмотрим. Да нет, ничего нового не появилось. Мне вообще рекомендовали купить себе комбез-поисковик или кочевник. Это что, вот, поисковик 112 тысяч стоит? Нет, ну, конечно, здорово, а сколько он, переносимый вес у него какой? Плюс 12, что, чё так мало-то? Хотя, ну, больше, чем у нашей, он, тем не менее, как-то плюс 15, у этого плюс 32, он вообще, хренеть не встать. Подумаем, ну, я, конечно же, хотел бы купить себе, может быть, какой-нибудь ТБ или экзоскелет, так, где? Эй, бродяга, мне нужно с тобой поговорить. А мне нет, уходи, сталкер. Ага, сейчас, спешу и паду. Я специально на пусть и через радиоактивный говный радар ополз. Чтобы сказать привет пока, серьёзно, нужно поговорить. Хм, через радар, значит, прошёл. И как ты миновал выжигатель? Получил отточённых пси-шлем? Да пошёл включать выжигатель, чё-то сложного-то, а? Так, хорошо, я понял, допустим, ты тот ещё сукин сын. Что конкретно от меня тебе нужно? Мне сказали, что ты из группы стрелка. А ещё мне также было поручено найти его, нам нужна помощь его. И какая дорога привела тебя сюда, сталкер? Деньги, информация, заказ. Меня послал Сидорович, и ему интересно знать о находках стрелка в центре зоны. Господи, ну, прямо же ты. Ладно, я вернулся сюда, чтобы достать кое-что для отряда. Я уже было готовился двигать обратно, как вдруг ты. Да ещё и говори, что выжигалку отрубил. Это значит, что нам теперь всё надо делать в темпе. Здесь, на юго-западе, есть заброшенный военный комплекс. Мне известно, что там до сих пор хранится секретное оружие. Пронеси мне это оружие, и тогда поговорим по-серьёзному. Согласен? Замётано. Постараюсь найти, что смогу. А как оно хоть выглядит-то? Есть какие-нибудь мысли на этот счёт? Мужик, оружие на то есть секретное, что о нём мало кто знает. По-моему, выжигательом всё-таки тебя зацепило. Если оно там и есть, то ты точно его найдёшь. Но, по крайней мере, патроны к нему твои не подойдут. Но я бы поспорил, потому что я недавно нашёл галст-пушку, а как раз как эту самую, ну ладно. Итак, справочник, ну-ка, бродяга. Бывший служивый, ныне матёжный сталкер-ветеран. Понятно, но, в принципе, информацию можете про него почитать, кому это интересно, но мне как-то, лично мне вполне. Итак, чем мы сейчас займёмся? В принципе, задание довольно-таки надо, конечно, выполнить, да, я понимаю, но я бы всё-таки сейчас пробежался, квестики поздавал бы, потому что, не знаю, потому что надо, да? Это что такое, подожди, отключить пси-установку, серьёзно? Надо, да, получается? Или что ли, всё-таки сбегаем сейчас, может быть, ещё сюда? Блин, я как-то хочу отвлечь, что ли, лан, давай-ка быстренько переместимся, по локациям побегаем, поддаём задание, после этого вернёмся на затон. А вот я и на базе свободы. И, собственно, есть у нас тут кест у Лукаши, но нам нужно, думаю, так 100 плюс-минус, да, для того, чтобы тут что-нибудь такому интересного купить. И ты просто посмотри, где находится аномалия, ну это же бред, самый настоящий, около базы на дороге. Отличная работа, парни, спасибо всем добровольцам, что дали. Кого? Я выполнил задание. Так, документы нашли, бумажки 9000. Ну, в принципе, похер по рукам. Ещё раз задание выполнил, ещё раз задание выполнил. Сколько? 5400, ещё работа имеется. Ну, в принципе, больше... Чё это такое, страйкер? Что? Обновлено? Кого? Чё это я взял такое, не понял я. Короче, ладно, чё-то не то взял, мне кажется. Скряк, здорово, у тебя никаких квестов нет, нормально. У тебя, я помню, то, что у тебя квеста дерьмо, на самом-то деле. Короче, возьми, пожалуй, вот это. Я не хочу это с собой дескать, потому что зачем? А зачем? А не зачем, правильно. Так, и давай-ка сейчас подумаем. Давай сначала вот сюда. Ага, угу. А потом с вами за тайником. О, погода сменилась, понимаю. А по времени сколько прошло? По времени прошло немного. Хотя хз, может быть и много. Это кто такие? Это что такое? Я не понял. Понятно, это какие-то бандиты-свободовцы, что ли. Псевдо-собака, просто откуда ты берёшь? Вот мне писали в комментариях, что с моей стрельбой в этом прохождении. Я не знаю, я просто... Я просто не могу попасть ни по кому. Вон тварь идёт, смотри. Не попал, потому что, понимаю. Стрельба, конечно, опять же-таки стрельба моя. Маленько отдыхает. Так, ну ты должен был там загнуться, по-моему. Как не попал? Вот как сейчас эта пуля не залетела по нему? Объясните кто-нибудь. Короче, это связи, не знаю. Какой-то бред. Мда, коряк. Ну что-то меня вообще начинает всё расстраивать на самом деле. Вы из моего снаряжения? Не знаю. А, ну хотя бы лёг. Ладно, спасибо на этом. Так, подожди. Что вы делаете? У вас там... Ты-то кто такой вообще? Уйди давай, уходи. Что за ужас такой? Аж жесть. Угу, расскажешь. Минус. 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 Хорош, успокойтесь, пацаны. Давай заканчивай такую фигню. Типа я могу вас убивать вечно? Или нет, не могу. Во-первых, сейчас у меня пуль зачитала первую. Сложность, степень защиты игрока. Я не знаю, средняя. Может, хорошее поставить? Множить уроны. Разброс при оружии у противников. Я не знаю, что из этого поставить. Вообще не знаю. Ну, множить уроны это то или не то. Давай, может быть, понизим как-то его. И поставим хороший или... Давай хотя бы его понизим для начала. Может быть, как-то это поможет. Ну, это ненормально. То, что... Вообще смысл тогда от космомов, если он все равно не защищает толком. Не от чего просто. Тогда получается смысла реально мало. Так что я предлагаю сейчас тогда понизить множество урона. И купить себе ТБ. Если при ТБ будет такая же херня, то надо будет повысить степень защиты. Да? Все-таки. Потому что если мы сейчас так оставим, как есть, это будет нелогично. Согласись. Тут уже ни о ком хардкор речи нет. То есть, это... Unlogical. Ну, слушай. По-моему, вещь нужная, кстати. Для кого-то даже. Так что нормально. Плюс 2 квеста сразу же. О, все туда. Все куда надо. Переходим. Квест выполнен. 9500. Спасибо и на этом. Здание выполнено 10 тысяч. Спасибо и на этом. Так, продаем тебе тогда вот это вот все. Фонарик много весит. Но... Короче, давай, наверное, сейчас все протадим. Потому что сейчас таскать с собой. Да ну к черту. Петренш, бери. Это что такое? Тонкая работа. 500 рублей. Да вообще пофигу. Ну реально, что я устал уже. Все делал как только складывать куда-то. Зачем мне это надо? Я так и это самое. Не понимаю. Ну, понимаю. Но, блин. Става, честно говоря, этим заниматься уже. Давай мне вот две обоймы купим тогда. И хочу себе Мурку взять обязательно. Но я для начала хочется так же костюм. Надо сходить в темную долину. Давай. Но это опять же. Блин. Ну вот сейчас перемещаться стрёмно. Ладно, давай. А, кстати, я тут еще... Что это за... Донбасс такой. Я же здесь еще, кстати, немного протупил в предыдущий раз. Нашел артефакт и не забрал его зачем. Давай до связи. Я буквально сейчас с артефактом схожу и все. Да, это мустрый артефакт. Сейфлейн. Не знаю, дорого ли, много ли, но подойдет. Возьмете? Возьмете. Куда вы денетесь? Хорошо. Сейчас она... Отлично. Одного как-то сильно подрвала, второго не очень. Так, дядька, давай-ка. Если ты выжил, то не герепенься, ладно? Да ну... Боже. Не знаю, быстро тебе смысл или нет, ты как. У него много чего имеется. Вот давай-ка я тебя быстренько обыщу. Ай, попали по мне, прикинь, представляешь? Ну, хоть, кстати, попали, но не сильно сейчас. Типа, да, больно, но не смертельно. Все, давай до связи. Так, что здесь у нас находится? Калибровка. Великолепно. Плюс квест для фургона. Так, все. Отправляемся на кордон теперь, потому что нужно сдать квест фургону и сделать себе первые грейды. Скорее, дядька, сейчас тебя убьют же нафиг. Я не удивлен, в принципе, ладно, сейчас от них убежим тогда куда-нибудь. Куда-нибудь на свалку. Да господи, что это такое? Ну, а тут, надеюсь, никого не будет из врагов. Не, вроде никого нет. Сейчас можем это все в Сидорчик продать, кстати. Он точно возьмет. Так, попей пока воды. И возьми калибровку. Ну, хотя бы плюс механик, да, у которого есть все апгрейды, максимально все доступные апгрейды. Так, подожди. Значит, это вот возьми. У меня какого-то столько ножей. Точнее, точить мне даже столько нечего. А, так, погоди-ка, давай-ка поставим вот это. Я не знаю, но тут столько вещей, опять же, такие, типа. Но это все находится обычно, очень частенько. И как бы, пофиг, продадим, чтобы не было веса никакого у нас. Теперь возьми у меня артефакты. Потому что, сказать, их с собой, я устал. Вот реально, мне надоело это. Не хочу, не хочу, не хочу. Забирай мне это, нафиг не надо. Да, кто-то скажет, что же зачем? А я скажу, что да не пофиг уж, реально. Мне так денег дофига. Хотя, опять же, таки, дофига. Я знаю, что для аномали это не так уж и много. Но, тем не менее. Ой, кстати, у тебя тут вон что имеется, ля, 67 тысяч. Проблема у нас. Так, что тут у нас? Ох ты! Так, слушай, я сказал про эти документы все. Точнее, про инструменты. Тут появляются резко эти инструменты, как раз таки. Но эти мне уже нужны будут, на самом деле. Так, а как с ними что-то делать? Это же для грубой работы, для тонкой. Ладно. Все. Господи. Вот надо было, чтобы я кого-то все-таки пришел и убил. Да, обязательно? Ну, ладно. Кит, ты что? О, кстати, что, необычный бизнес? Кого? Это кому я должен сдать квест? Не понял. А, сюда? Серьезно? Ну, что-то я у кота нашел, что ли? Ну, ладно, сдадим, хорошо. Бедный котик. Умри уже. Дай-ка ты мне, пожалуйста, Мурку. 46 тысяч она стоит. Ну, стоит ли она у этого вообще или нет, конечно, я вообще не знаю. Если так подумать, конечно, награда за квест, может быть, и будет высокой. Но не кажется ли вам то, что как-то, блин, Мурка. Ну, давай, давай, ладно, давай. Купаем. Каза, типа, окупается, но не окупается, потому что Мурка это имба. Все это знают. Итак, я также решил поспать. У меня есть одна идея насчет того, чтобы все-таки отдать хотя бы одну партию документов тебе. Если водка пуешь, зачем я ему отдал водку? Не знаю, пусть попьет. Так, также мы поедим, пожалуй. И что бы я хотел? Работа. Вот я хочу спросить для тонкой работы. Вот, давай. Во-первых, нужны деньги. Очень сильно. Во-вторых, лучше иметь техника в центре зоны, нежели чем иметь его на кордоне. Это удобно будет. Так, для калибровки. А калибровка у меня вроде имеется в тайне. А, нет, не имеется. Что-то я маленько затупил. Сейчас можем также сходить на арену. Но, в принципе, по деньгам у нас так все неплохо. Хочу я просто сегодня уже успеть в лабораторию сходить там местную. Затоновскую, так скажем. И остается найти инструменты. А, я забыл купить нож у него. Ай, боже. Ладно. Может быть, где-нибудь еще встретим и купим. Так, 9 тысяч. Хорошо. Очень даже здорово. Так, возьмешь за 2 тысячи. Ребят, эфтозику в чат. Потому что он нас спасал просто максимально верой. Правда? Да, плюс 100 тысяч. Так, у тебя ножик имеется? Непригоден. И непригоден. Ну, как вот не ругаться после такого, а? Как, может быть, этот нож непригоден? Ну, вот как. Непригоден и все. Так. Ну, деньги хотя бы у нас есть. Сейчас еще получим денежку какую-никакую. Ну, сколько там будет костюм стоить? Тысяча 120? Ну, это не вообще фигня ж, по идее. Ну, арену пройти еще раз последнюю. Плюс 10 тысяч. Ну, мне лень, честно говоря, туда идти. Хотя 10 тысяч довольно-таки много. Не знаю. Конечно, можно сейчас уже пойти что-то попытаться закрафтить. Но я этого не буду делать. По причине того, что нужно все вещи, которые у меня есть, переносить. Переносить к фургону. Ну, вот что, с тем, что ли? Мне чуть делать нечего. Поэтому проще найти где-нибудь еще одни инструментики для калибровки. Сколько? 2000. Ну, я не удивлен. Почему так мало? Так, росток это... Ну, такой секвест. На него мало дают, вроде как. Поэтому пофиг. Как-нибудь уж выполнится, думаю. Хотя, ладно. Времени мало. Да, вот именно, что времени мало, поэтому давай на скотовск обратно. И вот после этого, уже, наверное, я не вернусь в ближайшее время на южной части зоны. Хочется себе костюм новый купить. Очень сильно хочется. Потому что зря меня максимально разочаровало. По причине того, что там нету ни одного, просто какого-то контейнера. Грейды дорогущие. Защищают ужасно. Так что проще взять себе к куньсеву, хотя бы бегать, как бы артефакт искать. Эти артефакты можно будет потом вследствие повешать на себя. Но в заре без грейдов такое сделать невозможно. Да. Так, я вновь на затоне. Давай-ка сейчас попьем воды. И полетим сейчас в такую, в принципе, очень даже атмосферную погоду. Хорошую. Свойственную, так скажем, для затона. Если какие-нибудь артефакты. Ой, какие артефакты, говорю, в лабораторию полетели. Я надеюсь, что Борзяка, в принципе, к нам еще что-нибудь даст. За то, что мы добудем ему некие документы. Если нет, то он вонючка. Надо было что-то выложить, да, все-таки? На легке было бы лучше бежать. Ну да, наверное. Хм, ладно. Вот куда я спешу, объясните. Я просто боюсь, что серия получится вообще максимально скучной. Пацаны, давайте вот прямо сейчас вы напишите в комментариях, в том числе. Типа, вот я могу, в принципе, делать серии длинные, да, минуты по 30. Но при этом я не буду ничего делать в тех сериях. То есть я буду рыться, пердеть, что-то прям вообще внимательно играть, конечно. И прохождение может вообще люто затянуться. Либо же я так чисто, знаете, бегу на лайте, так скажем, как сейчас я это делаю. То есть, ну ладно, что-то денежки подкабливаю. Бегаю, коздаю квесты, выполняю квесты и так далее. Но при этом насчет прохождения особо не заморачиваюсь. Типа, ну вот проходится же, вроде как проходится. Но хотя, типа, опять же таки, я вот боюсь-то, что у меня хронометраж роликов все равно не бесконечен. И хочется в этот хронометраж включить не только какие-то квесты, да, там вот убил того, сдал то, а вот еще какой-то сюжет. Мы все-таки стародетово пришли. Вот, поэтому, пожалуйста, свое мнение напишите в комментарии. Вот я сейчас вас спрашиваю. В принципе, мне хотелось бы попробовать делать серии минут по 30, по 40, попытаться, да. Но при этом там будет вообще мало чего информативного, то есть я буду там больше рыться, больше бегать, больше даже артефакты можно начну искать, кстати, уже наконец-таки. Пора бы, думаю, да. В общем, заниматься такой вторичной ерундой, казалось бы, которая все-таки не ерунда. Ну, в общем, жду ваше мнение в комментариях, мне будет интересно почитать его. А вон зомбу ходит. Вот как сейчас не попало просто? Как? У тебя, кстати, дробовик, подожди, мужик, ложись. Дробовик это вещи нужны, дай-ка я у тебя его стырю, пожалуйста. А у вас еще и патроны были, ля, вы что богаты, что ли, пацаны? Ну, нет, это, конечно, респектусики. Опа, это монолит. Да ну, серьезно? Какого черта? Что вы тут делаете, молодые люди? Точнее, челдэмолвик, потому что ты тут, как я понимаю, один собаку он грохнул. Помянем бобика, но то, что ты делал фанатик, меня, честно говоря, немного пугает, настораживает. И что у тебя было? Полезного, конечно, немного, у тебя было нашивки, всякие ремноборы. Ну, и на этом спасибо. Сталь, насчет артефактов. То есть, в целом, если тут будет какой-то мусор артефакт, я могу его забрать, да, типа, ну, не гордый. Вот тащим, продадим, да, или нет? Нет, тут вообще ничего нет, жаль, очень жаль. Так, о, вонючка. Ну-ка, ну, его надо просто расстраивать сблизи, и все, чтобы не мучиться, на самом деле. Или как-то, может, хрену кинуть ему? Иди-ка ты сюда, родной, иди, иди, иди. Сейчас ты мне будешь мозг клевать. Ну-ка. Ну, господи. Все, давай до связи. Ты тут не один, что ли, еще? Серьезно? Тут пси-кровосос или что? Не пойму. Очень это, конечно, похоже, но я что-то не понимаю. А, либо бюрер какой-то где-то тусуется. Хрен его знает, короче. Это похоже на пси-кровососа. А, либо ноги на полтергейста. Да-да-да, я понял. Спорим, ты вот здесь. Еще один. Итак, что можем про него, в принципе, почитать? Ну, я чего не знал, это про полтергейста. Огненный полтергейст является редким подвидом полтергейста, способный к перекинезу. Да, ну, даже дверь ради меня открыли. Спасибо за это, конечно, большое вам, ребят. Но не стало так уж прям напрягаться, так пройдяться. Два миллизиверта. Где я его спросил? Без понятия. Так, ну что, давай забираем набор для средней брони. Ой, какая стри... Штука-то полезная, а? Ой, у меня перегрузный алют сейчас будет. Ну, а, не взял я оружие. Дурачок. Вот это оружие. Все, теперь я взял, но я при этом перегружен. Все, могу идти, спасибо. Но у меня перегруз очень такой плохой. Все, нет, я сейчас не хочу ползти. А, игра метролит, да? Значит, у нас не переместится, потому что здесь у нас имеется много меток или что? Да ну... Серьезно? Да ну не надо, пожалуйста. Ну, все-таки я переместился, да? Спасибо на этом. Сейчас бегом продаем тогда вот эту вот штуку. Она, конечно, может быть и полезная очень, но весит тоже, знаешь ли, очень и очень много. Так, сколько за 2000? Ну ладно. В принципе, неплохо. Не зря тут парились. Ну что, бродяга? Вот, взгляни на это. Оно? Хм, да, это оно. Неплохо, мужик. Если честно, я думал, что уже не увижу тебя опять. Хорошо, свой честный уговор ты выполнил. Что ты хочешь знать? Просто один серьезный разговор со стрелком по поводу зоны и информации о ней. Ведь он свидетелем чего только не стал. А уж чего он еще лично узнал? К тому же у меня еще есть послание от его старого друга. Никаких выкрутасов и сюрпризов, я обещаю. Верно говоришь. Лучше, чтобы оно было и так. Хорошо, дай мне немного времени, я поработаю над этим. Все, давай до связи тогда. Поработай, время у тебя для этого есть и никаких компезов новых у тебя не появляется. А почему? А вот потому что. Игра этого не хочет почему-то. А странно, почему? Нет, конечно, может быть, стоит поспать. Давай посмим сутки, не знаю, может быть, что-то изменится. Хотя хз. Ну, не может, должна появляться какая-то броня. Чистильщик обновлено. А, подожди, это что значит? А, хорошо, давай, давай, давай. Пить хочу только сильно, мужик. Так, давай-ка ты мне, пожалуйста, задали. А я выполнена. Отлично, заметки повара. Повар спрашивает повара. Так, а где эти заметки? Или вот они? Да, вот они. Мужик, ну что, давай мне, пожалуйста, уже какой-нибудь костюм новый, а? О, а вот и костюм. А вот и, пожалуйста, костюмчики. Отлично. Вот, наверное, ребята, я и куплю. Тебалец плюс 18. А это бронекостюм. Так, давай сейчас будем сравнивать. Здесь 59, здесь минус 4. Плюс минус 4. Здесь дальше, там, минус 19. Но он получше только в защите от взрыва. Слушай. А если вот такой. Гибридный бронекостюм. У него, кстати, повес... Ну, у них все у всех повес, так что лучше, чем у моего. У моего вообще плюс 6. Поэтому в этом плане проблем нет. У этого плюс 18. Но это села простая, так что нет. Гибридный комбинезон, думаю, тоже не знаю собрать. Потому что гашение удара у него еще хуже, чем у меня, да? Скорее всего. Поэтому я предлагаю купить себе тебалец и не париться. Реально. Это будет, наверное, лучшим вариантом. И вот, да, носорога, будем бегать с ним. Вот это 100%. Хотя, какие еще варианты у тебя есть. Смотри-ка, имеется бронекостюмскат. Но это, наверное, нет. Точно дальше что-то такое. Комбинезон зарядного. У него уже хватило этой зари. Дальше, кстати. У него имеется на плюс 34 килограмма какой-то комбез. Вещь хорошая, нужная ли, не знаю. Но все же. Вы мне советовали поисковик? Не думаю, то что есть смысл. У него статы, ну, блин, не знаю. Я куплю, короче, этот вот комбез. Потому что он где-то табелез. Вот табелез. Потому что он офигенный. Ну, типа, ну, какие-то вопросы могут к этому комбезу возникнуть? Да никакие. А мне не хватает денег, кстати, немного. А подожди, а прибор есть какой-нибудь у него? Сыч. Да я понял, что ты сыч. Ну, ахер, этот рестратор. Думаю, то, что плюс 600. На денег нет совсем, да? На него вообще. Возьми-ка, пожалуй, у меня что? Ну, не знаю. Аптечки, наверное, продадим. Сейчас тебе парочку штук или сколько. Адират, может, возьмешь. А вот бинты возьми. Бинты не пригодятся. Торговля. Возьми-ка что-что-что-что-что-что-что возьмешь. Ну, тут возьми, наверное, и все. 300 рублей. Нет, тут сейчас должно хватить, по идее, да? Табелез. Айда ко мне. Айда, родной. 600. Да, прям хватает. Прям вообще притык-притык, можешь сказать. Ну, вот он, друзья. Вот он, Табелез. Ну, и, кстати, я не зря продоварил инспиратора. Потому что нет у него головного убора. Хотя почему-то пишется, что есть. Кстати, по-моему, да? Головной убор доступен. Где доступен? Как доступен? Я не понимаю. Почему-то недоступно. Но хотя бы... А, еще имеется один, кстати, этот самый контейнер. Ну, хотя бы так. Уже лучше. Уже спасибо на этом. В нем бегать также можно свободно. Плюс, ой, еще по килограммам у него все хорошо. Но покупкой я доволен, наверное. Броня меня устраивает. Конечно, нужны грейды. В общем, этим мы заниматься будем в следующей серии. Мне нужна также от вас информация насчет того, какие серии делать по формату. О, кстати, плюс уникальный тайник. В плане того, что длинные, недлинные, короткие, некороткие. Так что жду от вас еще и этой инфы. Наверное, стоит еще также артефакты пособирать, потому что пора бы как-то деньгами заняться и прокачивать своего сталкера по кличке Модный. Ладно, всем спасибо за просмотр. Серия нудная, серия скучная какая-то вообще такая. Зубурная где-то даже. Но надеюсь, что она вам понравилась. Так что не обессудьте. Не буду обещать, но постараюсь сделать следующую серию более интересной. Всем пока, увидимся. Не болейте. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот Ледяное солнце, что весной Забери меня, забери меня Отправляемся на дно, это мой автопилот Ледяное солнце, что весной Забери меня, забери меня с собой Субтитры сделал DimaTorzok